Я провел 24 часа, ладно, на самом деле 31 час, во фракции СМИ в GTA RP. Моя цель с самого нуля, без блата, без помощи админов, вообще под левым ником, как обычный игрок, стать лидером этой организации. Я расскажу, как вступить в эту фракцию, как в ней повышаться, как редактировать объявления, вести эфиры и как на этом заработать. Ола Амигас, на связи Матвей, и это обзор на фракцию Новостная Сеть. Игра, я кстати в лучших GTA RP на твоем телефоне Grand Mobile, игра доступна как на Android, так и на iOS, ссылка в описании. Что вы вообще знаете про фракцию СМИ в Grand Mobile, да и вообще в любом другом GTA RP? Обычно игроки считают, что это самая бесполезная и скучная организация. Я тоже так думаю. Думал до того момента, как попробовал там поработать. Вот честно, СМИ это самая влиятельная организация в игре, и далее вы поймете почему. Ну из-за политики админов, сомнительных лидеров, неправильных действий кураторов, эта организация именно такая, какой вы ее и считаете. Этим роликом я не хочу кого-то чему-то учить или что-то кому-то доказать, я просто покажу, как оно есть на самом деле. А происходит здесь полная жесть. Думаю, это самое скандальное видео на канале. Бля, я бы сказал, кто здесь недоразвитый, ну сука, твоя дружу, бля, секундишка, я-то фраб спишет. И пофиг на оскорбление, самое обидное, что старшему составу на весь этот ужас наплевать. Ну ладно, не будем забегать вперед, обо всем по порядку. Для игры я выбрал 17 сервер, ведь чем меньше игроков, тем проще будет в любой организации, запомните это навсегда. Все-таки большие серверы это для фармила, а если вам нужны РП, то вам туда, где меньше онлайна. Как я уже говорил, особенность этого видео в том, что я буду играть не с основного аккаунта. Никто не будет знать о том, что я ютубер, поэтому условия игры будут такие же, как и у любого из вас. Прежде всего, моя задача поднять хотя бы пятый уровень. Обычно именно с этого уровня идет набор в организации, но если вы играете на старых серверах, требуемый уровень может быть повыше. Пиши в комментариях, с какого сервера ты и какой уровень для фракции нужен у тебя. Ну а я буду выполнять начальные квесты, это самый быстрый способ поднять игровой уровень. Помимо пятого уровня для организации также нужен паспорт, его мы получаем во время прохождения квеста. И медкарта, пока проходим квест, мы ее тоже получаем, но для организации нам нужно еще пройти медобследование. Поэтому тут же в больнице ищем доктора, который черканет в нашей медкарте о том, что мы здоровы. Как только нашли врача, отыгрываем РП. Событие, паспорт в кармане, действие, засунул руку в карман, действие, вытащил паспорт, событие, паспорт в руке. Обычно для медкарты РП не просят, но я бы на всякий случай перестраховался. Придумываем наш рост и вес и говорим врачу, платим полторы тысячи, все, медобследование пройдено. А, ну и самое главное, промокод Мотивкард. Конечно, при поступлении в организацию его могут и не просить, но если вы его активируете, на любом сервере вам будет намного проще. Не только потому, что вы получите на халяву целых 30 тысяч рублей. Донатный скин к себе в инвентарь, за который вас будет уважать весь сервер. И даже не потому, что вы моментально получите бесплатный гелик, хотя он тоже очень сильно понадобится. Промокод Мотивкард увеличит вашу зарплату во всех организациях в целых два раза. А еще за каждый час в игре будет давать бесплатный донат, он нам тоже понадобится. Но самое главное, что только за промокод Мотивкард ты можешь получить целых 200 тысяч рублей, как это уже сделали Егор и Данил Ланин. А надо было всего лишь-то сделать скрин активации промокода Мотивкард и отправить специальный чат по ссылке в описании телеграм-канала Гранд Ньюз. Все, кто прислал скрины, попадут в следующее видео и получат по 200 тысяч. Еще пиши в комментариях секретное слово новости, ведь на все такие комменты я обязательно поставлю сердечко. А я, кстати, уже собрал все документы и добил пятый уровень. Теперь только остается дождаться собеседования в СМИ. А вот и собес начался. Все, пацаны, гоним в южку. Надеюсь, я не опоздал. А не, я как раз вовремя. Никто еще даже не приехал. Ну что, амигосы, смотрите и учитесь, как поступить на работу в СМИ. На собеседованиях всегда проверяют знания РП, потому что вы вступаете в РП-организацию. Вот, допустим, нас просят показать паспорт, но мы не просто должны показать паспорт, а отыграть РП, как мы его показываем. Сначала пишем в чат события паспорт в кармане с большой буквы и точкой на конце. Затем в чат действия с маленькой буквы и без точки на конце засунул руку в карман. Затем также в действия пишем вытащил паспорт из кармана. Потом события паспорт в руке с большой буквы и точкой на конце. И, наконец, действия протянул паспорт человеку напротив с маленькой буквы без точки на конце. И только теперь показываем паспорт. Супер! Теперь нас просят показать медкарту. И мы расписываем все действия события, как с паспортом, но только с медкарты. Ну и показываем саму медкарту. Медобследование мы прошли, поэтому все нормально. Странно, что попросили показать лицензии, но написали, что можно без РП. Обычно лицензии просят, если вы поступаете в ФСБ, правительство или МВД. О, начинается тест, и сейчас будут проверять знания РП, да и в целом мою адекватность. И какие же ты вопросы задашь, дружище? О, вот это вот банальное повернитесь, мое любимое. Короче, суть в том, если нам пишут в НРП-чат, то есть с серым текстом, мы не слушаемся. А вот если написали в РП-чат, то есть синим цветом, тогда мы слушаемся. Ещё одна уловка на собеседованиях, когда спрашивают РП-термины в РП-чат. Что такое ДМ? Да иная машина. Прикол в том, что РП-терминов в РП-мире не существует, поэтому если про них спрашивают синим текстом, мы выдумываем вообще, что захотим. А вот если уже спрашивают в НРП-чате, то есть с серым текстом, тогда мы расписываем их, как обычно. Думаю, все РП-термины вы и так знаете, а если нет, то неглупые найдёте в интернете. Чё он мне-то ошибку впаял, умник? Ну знатоки РП, посмотрите сами, напишите в комментах, где я здесь ошибку-то совершил. Оставлю это без комментариев, но в любом случае, на работу меня приняли. Сейчас сотрудник отыгрывает РП-шку типа готовит для меня рабочую форму и просто приглашает в организацию. Кстати, все документы, которые я ему отдал по РП, он мне не вернул. Это кому тут ещё из нас нужно ошибку по РП засчитывать? Ладно, это я уже придираюсь, хотя по правилам он должен был мне их вернуть. Но пофиг, главное в организацию приняли, всё, на этом спасибо. Я был единственным, кто пришёл на собеседование, поэтому после того, как меня приняли, лидер сразу куда-то смылся. А где инструктаж? Где водная лекция? Вот как мне, новичку, понять, что делать дальше? Повезло, что есть я, который запишет это видео и объяснит, что делать. Ну, во-первых, давайте осмотрим рабочее место. Вот комната старшего состава, где, по идее, они могут стоять в АФК. Здесь рабочая зона таких салак, как я, где нужно редактировать объявления и начинать завершать рабочий день. Здесь, по идее, комната, в которой берут интервью, но она почему-то не работает. А потому что все эфиры проводятся в этой комнате. До этого нам ещё далеко, но я обязательно покажу, как это делается. Ну и коридор с прихожей. Здесь проводятся собеседования, лекции и посмотреть самых богатых игроков сервера. Ух, нихрена себе тут ребята богатые. Если каждый из вас не скинется мне по 10 миллионов, попрошу разработчиков вас забанить, а я могу так сделать. А вот и капнула первая зарплата. На первом ранге это полторы тысячи рублей, но так как я активировал промокод Motivcar, получаю в два раза больше. Пока у нас первый ранг вообще в любой организации делать нечего, поэтому, чтобы приступить к работе, нужно повыситься хотя бы до второго. Так как нам нихрена не объяснили, перезаходим в игру, спавнимся, кстати, сразу во фракции, и при заходе в игру мы видим фракционные уведомления с дискордом лидера. Ну или не лидера, короче, с этим пользователем нужно связаться. Спустя полчаса, максимально удивленно, ну да, кто же ему ещё мог написать, мне ответил лидер, ну или кто-то из старшего состава. И спустя ещё минут 20 я наконец-то получил заветную ссылку на дискорд организации. Чтобы продолжить свою работу, мне предстоит получить роль на этом дискорд сервере, а также посмотреть условия для повышения до второго ранга. И спустя какое-то время мне всё же удалось найти нужную мне вкладку. Я не буду рассказывать, где конкретно находятся условия для повышения, потому что, боюсь, на каждом сервере это сделано по-своему. Единственное, что от меня требуется сдать какое-то ПРО, так называемые правила редактирования объявлений, основа основ этой организации. Именно по этим правилам мне и предстоит редактировать все объявления, приходящие в нашу редакцию. Правила эти можно найти также в дискорде, если что спросите в чате у ребят, но забегая вперёд, правила эти не будут соблюдаться даже старшим составом. Более того, меня отчитывали, причём в крайне грубой форме, за то, что я, по мнению старших, неправильно редактировал объявления, хотя я делал всё согласно правилам. Но об этом я расскажу в следующей серии, которая выйдет, как только под этим видео наберётся 2000 лайков. Ну а сейчас моя главная задача, как-нибудь выловить кого-то из старшего состава, чтобы сдать это самое ПРО. А поверьте мне, задача это не из лёгких. Мало того, что лидеры сами по себе редко бывают в игре, так более того, если они в игре, то ещё не факт, что согласятся принять у тебя ПРО. Вот я говорю челу, и в обычный, и в голосовой чат, а ему вообще пофиг. Позже он всё же мне ответил, но почему-то первым принял чела, который пришёл позже меня. А чел это вообще не было в нашей организации, и пришёл он сюда, по его словам, просто посмотреть. Я думал, внимание нужно уделять в первую очередь своим сотрудникам. Ладно, всё же ПРО принять у меня согласились. Первый вопрос, назвать все города. Ну, тут даже ПРО читать не обязательно. Всем известно, что у нас всего 4 города, а именно Южный, Арзамас, Лыткарина и Эдова. Странно, но начальнику почему-то этот ответ не понравился, хотя все остальные населённые пункты это либо сёлы, либо деревни, либо посёлки городского типа. Следующий вопрос, назвать все посёлки. Помните, если вы что-то забыли, можно просто открыть карту и посмотреть. Но вкратце, это все остальные населённые пункты, кроме Бусаева. По мнению моего начальника, почему-то он считает, что это город. Но я ему перечить не стал, и он мой ответ зачёл. Скрутите мне слово машина, ладно, я не буду ничего говорить, вдруг он просто не россиянин и плохо знает язык. Ну, а так вообще, да, все сокращение есть в правилах, если вам вдруг сложно запомнить, открываете и просто списываете. В любом случае, вы их и так, и так запомните, когда будете редактировать объявления. Естественно, моё собеседование может прервать абсолютно любой игрок по самым тупым вопросам. А потом меня просто кикает из игры, мне реально везёт. Но я не растерялся и быстро перезашёл. Естественно, отыгрался по РП, типа отошёл по нужде. Ну, а лидер просто пишет, что начнёт сейчас собес и ему не до меня. Вот это по-нашему, вот это я понимаю профессиональный подход, очень пунктуальный лидер. Естественно, я ему напомнил, что мы не закончили, причём не по моей вине, ведь помните, что прежде меня прервал какой-то левый тип. Повезло, что этому гению отказали в собеседовании, а то бы пришлось ещё неделю искать свободное время у старшего состава. Следующая задача была отредактировать объявления, тут тоже ничего сложного. Все виды объявлений подробно расписаны в ПРО, поэтому просто копируем. Вот в такие моменты, когда он выходит в АФК, реально страшно. А нет, вру. Он меня попросил отредактировать объявление, ищу девушку для серьёзных отношений, а такого в ПРО тупо нет. Кстати, этот недочёт до сих пор не пофиксили, это уже вопрос кураторам. Вот скриншот пункта правил редактирования объявления о поиске кого-то или чего-то, здесь такого примера нет. А устав СМИ не обязывает меня знать то, чего нет в ПРО. В следующем вопросе начальник решил надо мной чуть-чуть похихикать и спросил, как же я сокращу номер телефона. Точнее, скоротю. Ну, а я как бы не глупый, поэтому сразу написал, что номер телефона скоротить нельзя. А он меня вообще, походу, за амёбу воспринимает, потому что поспешил засчитать меня ошибку. Чё ты думал, я что ли попадусь в твою ловушку? Короче, с горем пополам, ПРО я всё же сдал. И это означает, что я должен сделать скриншот того, как он пишет, что я сдал ПРО, чтобы в дальнейшем прикрепить его к отчёту на повышение. И как только я хотел поблагодарить его за потраченное на меня время, он тут же вышел из игры. Красава, Мара. Ну, а я времени зря не теряю и сразу же бегу в Дискорд писать заявление на повышение. Важно, что конкретно этот момент повышения я записывал ещё в начале лета, когда не было блокировки Дискорда в РФ. Не знаю, как на других, но на 17-м сервере, конкретно сейчас, всё повышение происходит через Телеграм. А ПРО, как и другие экзамены, вообще сдают гугл формы. А если блокировки Дискорда затронуло и тебя, то приглашай в Телеграм-канал по твоему серверу. Совместно с администрацией мы создали Телеграм-канал абсолютно по каждому серверу Гранд Мобайл. Наша задача сплотить сообщество игры не только в официальном Дискорде, но и в наших свободных каналах. У нас ты найдёшь не только оповещение о всех собеседованиях на твоём сервере, ну и новости лично от админов, а также актуальные прикольчики, тренды именно твоего сервера. Ссылка на каждый канал в описании, но если тебе лень искать, просто напиши в поиске Телеграма собака Гранд Сервер нижнее подчёркивание и номер своего сервера. Ещё в наших каналах мы выдаём админку всем игровым администраторам, лидерам, а также игрокам Форумс. Поэтому если ты являешься одним из них, пиши на этот Телеграм. Пока ожидал повышения, встретил своего подписчика. Кстати, не забываем каждый Payday заходить в игру, собирать зарплату, я так уже 17 тысяч накопил. Тогда ещё и вентпасс был, я открыл рулетку за кристаллы и выбил аку. Блин, ну реально, чё они медлит с повышением, я бы мог уже 300 объявлений отредачить. Вот, буквально перед вами старший состав сети, я давно уже подал отчёт, меня до сих пор не повысили. Все сотрудники ведут себя подобающе, а один этот вон кувыркается. Кстати, как я понял, ни на одного меня болт забили. Бляха, дайте мне объявы за редачи. Я редачить хочу. Забыл сказать, что тогда для повышения нужно было сдать ещё и устав. Сейчас устав из нашего дискорда пропал, ну я его реально не могу найти. Да и для повышения он больше не требуется, поэтому думаю, его просто убрали. Скажу только, что очень странно, у меня устав принимали, очень тупые вопросы задавали, но в целом я его сдал. Ну а чел наконец-то ожил и сделал строй. Затем в качестве тренировки мы все вместе пошли купаться в местном коллизационном оттоке. Я посчитал это лучший момент, чтобы лишний раз напомнить о моём повышении. И наконец-то он мне что-то ответил, написав, что после трения обязательно всё сделаем. Наконец-то я этого дождался, главное сейчас... Куда хуя, Лербэ? Каким-то чудом я пережил эту тренировку. Думаю, за это я точно заслужил повышение. А, точно, одного же строе не хватило, нужно ещё один сделать. Скачать фото, где девушка лежит огромная жирная, под самолётом вентиляторовой под юбку и задувает от жары, не может уже. Ну сейчас-то ты меня повысишь. Амигосы, у меня отличные новости. Нет, канал я удалю на следующей неделе, а сейчас меня наконец-то повысили до второго ранга. И это означает, что я наконец-то могу приступить непосредственно к работе. Чтобы редактировать объявление, подбегаем к любому компу, появляется плашечка, нажимаем на кнопку «Редактировать». Ждём, пока ведущий завершит эфир и начинаем редактировать. Если что, редактировать во время эфиров и собеседований нельзя. Итак, для того, чтобы отредачить объявление, сначала выбираем само объявление. Мы можем посмотреть, как оно выглядит. Если оно не подходит, нажимаем на кнопку «Редактировать» и пишем, как правильно. Здесь мы как раз и применяем все наши знания ПРО. Да, признаю, вначале я жёстко тупил, но со временем привыкаешь, рука набивается и всё идёт как по маслу. В следующей серии покажу, как на этом можно очень хорошо заработать. Буквально за секунду я поднял почти 100 тысяч рублей. Повышусь до шестого ранга, проведу эфир, ну и куда уж без конфликтов с неадекватами. Сука, творог из-под залупы нах. А пока ждёте ролик, заходите на мой твич-канал по ссылке в описании, ведь сегодня же вечером я проведу стрим, где каждому зрителю подарю по 100 тысяч рублей.